Дети, совершившие героические поступки, и самоотверженные мамы, воспитавшие 9, а то и больше детей. Этих особенных жителей Волгоградской области накануне Дня защиты детей собрали в правительстве региона и наградили благодарственными письмами и почетными знаками. Еще вчера обычные люди, сегодня каждый из них по-своему герой. Пловец Андрей Гладков в этом году стал первым факелоносцем Паралимпиады. Его огонь загорелся на мысе Дежнево, и еще раньше в большом спорте. Андрей самый юный призер Паралимпийских игр в Лондоне и обладатель медали за заслуги перед Отечеством второй степени. Рядом с ним, хотя и очень молодые, тоже особенные люди. Девятиклассница Настя из Михайловки в прошлом году спасла тонувшую девочку. А трое друзей, Саша, Слава и Антон, предотвратили изнасилование школьницы. Догнали преступника, задержали и передали полиции. Сегодня они скромны и немногословны. Страшно не было. Мы его остановили, задержали, скрутили и вызвали полицию. Все, что мы сделали. Мы же не могли просто взять и мимо пройти. Как же такое оставить? Совеста у всех, я думаю, чуть-чуть есть. Спустя два года они сдают ЕГЭ, играют в футбол и готовятся стать студентами. Попасть в Белый зал правительства региона совсем не ожидали. Всем отличившимся молодым людям вручили благодарственные письма. А рядом те, кто воспитывает и родных, и приемных детей. Эти женщины – мамы для 9, 11 или даже 12 детей. И на своих и чужих их никогда не делят. Любовь одна на всех. Лилия Викторовна, когда выросли двое родных, взяла в семью еще 9 мальчиков и девочек. Нет, это не трудно. У меня в статусе в интернете стоит. Лекарства от одиночества – дети. Хороших детей должно быть много. А у меня все дети хорошие, все красивые. Но это благодаря мужу, конечно. Потому что это его была идея. Таким щедрым на любовь мамам накануне Дня защиты детей вручили почетные знаки губернатора заботы о детстве. У этих семей много помощников – педагоги, психологи, общественные организации и различные службы, отметил вице-премьер регионального правительства Евгений Харичкин. И, возможно, поэтому приемных родителей в Волгоградской области становится больше. Какой бы помощь ни была, государственная, надежная, весомая, конечно, безусловно, самый неоценимый вклад – это тот, который вносите вы. Самое неоценимое – это все, что дает нашим детям семья. Общения с семьей сегодня не хватает еще одному юному герою – Сергею Скоробогатову. Несколько лет назад он вынес из огня младшую сестренку. Их родители погибли в пожаре. Мальчик год провел в больнице сильнейшими ожогами. Сегодня он в детском доме, а сестра в замещающей семье. Помочь им видеться чаще – пообещала детский правозащитник Нина Болдырева.